Теннисный центр «Старт» в Тарасовке был открыт совсем недавно, в сентябре прошлого года. И этот турнир стал первым, проведенным на его территории. В соревнованиях приняли участие около 20 спортсменов, в основном ученики и воспитанники этого центра. Большинство из них стали призерами и обладателями медалей. Также участие в турнире приняли приглашенные спортсмены из соседних городов. Пока что количество и география участников невелика, но в скором времени этот турнир обещает выйти на новый уровень. Потому что это надо в первую очередь самим спортсменам. Мы хотим, чтобы как можно больше детей принимало участие, даже независимо от уровня. Если ребенок умеет, как говорится, все элементы освоил, он должен играть в турнир. Иначе как бы он закисает, ему это все надоедает, он не видит цели, смысла и так далее. В ближайшие годы организаторы турнира планируют выйти на всероссийский уровень и стать частью общего российского теннисного тура. Необходимые условия для этого уже созданы, а уровень юных спортсменов соответствует всем требованиям. Не забыли и про самых маленьких теннисистов, которые только-только делают первые шаги в большом спорте. Специально для них руководство организовало свой турнир – поролоновый тур, тоже с прицелом на будущее. Это наше как бы изобретение, это поролоновый мяч, вот. И как бы дети до 8 лет, они полноценно им играют. Мы все делаем поэтапно, от поролон тура вот до, вы видели, до чемпионов России, как бы, среди там юмышей. Спорткомплекс в Тарасовке – центральная база теннисной школы «Старт» и опорный центр Федерации тенниса Московской области. На базе этого центра планируется открытие отделения Академии тенниса Московской области для юношей до 16 лет. Академия будет сделана по западному образцу. Дети здесь будут жить и учиться, не отвлекаясь от тренировочного процесса. А мы сможем наблюдать за ростом будущих звезд, в том числе и наших местных ребят. У нас для всех есть одна цель – это выступление на Олимпийских играх. Я думаю, из этих маленьких ребят вырастут будущие звезды. Когда мы будем смотреть на них, мы будем слышать и видеть, как поднимается в честь них флаг, и мы будем говорить, что это пушкинцы. Павел Розин, Мария Михеева, Пушкинское телевидение.